Всем привет, друзья! Сегодня опять пошел дождь и я хочу заснять такое небольшое видео о пеларгониях. Вот такие разные сорта у нас пеларгония здесь есть. Это у нас все растет на балконе и несколько у нас цветочков мы занесли в квартиру. Они тут стоят прекрасно на стоечке с такими комнатными цветочками сочетаются. И что мы заметили? У нас есть зональные пеларгонии, есть пеларгония плющелистная и вьющаяся, ампельная. Что недавно, вот когда начались дожди сильные, вот этот кустик пеларгонии у нас плющелистная стоял на балконе. И мы увидели, что листочки начали вот такие вот коричневатые, что-то желтоватые, они какие-то еще прям думала, какой-то клещ на пол. Начали смотреть в ютубе, кто же занимается давно пеларгониями. Зашли на канал и все-таки посмотрели, что это не заболевание, обрабатывать ничем не надо, это от перенасыщения полива. Но это не мы поливали, я поливал дождь, мы не успевали заносить, потому что ночью и шел. Это называется водянка или эдема. Ничего делать не надо, просто надо, ну, как бы, или убрать вот с дождя сильного, или просто вы свои цветы сильно заливаете водой, вот. Так что, но это не на всех пеларгониях, а именно на плющелистных. Вот такая пеларгония плющелистная, она тут у меня еще не цветет, потому что видно приболела и цветочки не зацвели. А такая же есть, вот я ее в комнате оставила, увидела, что такое может произойти. Очень красивые листочки, такие прям как глянцевые цветочки, тоже красивеющие. Оно даже немножко более темнее, немножко не так телефон передает. Вот еще какой красивый. Пеларгония, как вы знаете, может и на улице расти, и дома. Вот такие мы оставили по два корчика здесь в одном вазончике, будут расти у нас дома, мы их больше не выносим, потому что на улице то жара 35 градусов, то вот резкий ливень, дождь и похолодание до градусов 15. А вот с такой зональной пеларгонией, у которых листочки такие вот бархатные, ну как вот раньше такая разводилась, вот я пеларгонию знаю по таким цветочкам, тут такого вот как бы водянки нет, а это у нас клубничка. Я ее тоже туда-сюда ношу. Первая отошла, это уже средний сорт, мы еще не пробовали, кажется большая Нэнси. Не сильно она большая, но вижу ароматно. И вот такие еще тут есть. Все пеларгонии стоят красивые. Так что если вы увидели у себя вот такие какие-то изменения на листочке, то не пугайтесь, просто-напросто или вы заливаете водичкой, или вот же помогает дождик, вернее не помогает, а мешает. И там он на балкончике у меня есть, сейчас я открою и покажу. Там тоже очень пострадал кустик. Вот тут дождик заканчивается практически, но я тоже не убрала эту каточку, потому что она большая сильная, не успелая. И вот тоже такие листочки желтые, мы их не обрываем, так они и остаются. А вот наверху видно другие цветочки, уже другой сорт, там нормально, они тоже никуда не убираются, так и есть. Вот такая погодка, дождь и шел 30 где-то минут, наверное. И вот такие приносят такие вот плохие вот для цветочков изменения, так что знайте и вовремя убирайте, или же просто не поливайте обильно водичкой, потому что пеларгония это такой цветочек, который любит, чтобы его или лучше пусть не дольете цветочек, чем перелить, потому что потом он начинает болеть. Все, всем пока. Красивые цветочки разводить, они очень радуют глаз. И все-таки еще видео за мной, где расскажу какие сорта у меня здесь есть, потому что сортов много. Надо все-таки заснять и всем показать. Ну все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok